Маймер Ваейцу. Такой интересный маймер начинается со слов нашей главы Парша, с Шавуа, Парша, с Ваейца. Шавти бы шолы, якобы говорит, вернулся я с миром, элбейс ове, в дом отца моего. Вегойя гавая лилы лаким. И Всевышний был мне Богом. Или в помощь, или Богом лаким. То есть, что нам Яков сообщает в этом посоке? Это посок, как говорится, когда Яков Авина увидит лестницу, которая намекает на... Что-то кошмар какой-то. Как нам это быстро успеть? 10% мы не успеем, наверное. Пока приготовь минвайл свой телефон. Эта лестница намекает на 4 голоса, на 4 изгнания. И вся цель этих изгнаний, 4 изгнаний, это исправить, выбрать все искорки святости. И вернуть к своему источнику, чтобы они опять соединились со своим источником наверху. В конце концов, пока не будет, и вот это вот самая главная тема нашего маймара, ихуд кудшебрихуев шхинта. Пока не будет этого единства Всевышнего сашхины со своей. Вот это вот самая главная цель всех 4 изгнаний. И это то, что имеется в виду вегойя гавая лилы лаким. Гавая, это имеется в виду кудшебриху, лаким это шхин. И тогда будет мне Всевышний Богом. Что значит Всевышний будет мне Богом? Ну, как бы, есть в этом какой-то смысл, типа, что я буду ему подчиняться, да, типа. Но более глубокий смысл, гавая ли, гавая лилы лаким, гавая лилы лаким соединятся вместе. Соединение хакудшборгу и шхины. И вот это вот и соединение, и это цель всех изгнаний, почему мы с вами здесь до сих пор в этом голосе задолбленном, заколебал он у нас уже. Вот это соединение происходит благодаря выполнению заповедей. И это то, что написано в Тании, Перек Меманов. И этот маймор Рэбби приводит, как бы объясняет немножко известную-известную главу в Тании, 41-я глава, очень необыкновенная глава. Что для того, чтобы прийти к такому вот единству, должно быть у евреев в сердце Ахавраба, великая любовь ко Всевышнему, только ко Всевышнему. Такая любовь, что именно к Хашему, так что ты не чувствуешь своего существования вообще. И не просто, что ты любишь, чтобы удовлетворить свою жаждущую душу Всевышним, наслаждением от его единства, а именно ты думаешь про Всевышнего, а не про себя. Вот такая любовь. Очень-очень высокий уровень. В этом маймор идет речь про очень-очень высокий уровень. Но не расстраивайтесь. В конце Араби объясняет, что и мы имеем какое-то отношение к этому высокому уровню. Поэтому мы про это будем с вами сегодня говорить. То есть вот это вот я покляю на единство. Всевышнего со своей шхиной происходит, когда мы выполняем Тору и заповеди, но именно когда наша работа проникнута вот такой сильной любовью ко Всевышнему. Когда мы думаем прежде всего про Всевышнего, а не про себя. И вот это вот как бы вопрос, который у нас возникает, что просто любить Всевышнего вот такой жажды, что ты так хочешь этого единства с Хошамом, почему это не приводит к единству Всевышнего со Шхиной, а именно ты должен не думать, забыть про себя. И делать это только ради раскрытия Всевышнего в этом мире. Почему нет? Почему? Ведь ведь это любовь ко Всевышнему, иметь такую жажду к божественности, иметь такую жажду соединения со Всевышним. Почему это недостаточно для того, чтобы соединить Всевышнего со Шхиной, когда ты делаешь заповедь? Тоже звучит как очень-очень высокий уровень. В принципе, разница этого уровня такая. Это у каждого еврея есть, более низкий уровень у каждого еврея есть. Еврей ни за что не готов отделиться от Всевышнего. Это из-за вот такой вот любви, что ты не можешь, не можешь позволить себе потерять связь с Хошамом. И это даже происходит, когда еврей грешит. Но несмотря на то, что еврей грешит, все равно евреи он, как мы говорим. Что есть какие-то моменты у каждого еврея. Есть что-то такое, в чем заключается его связь со Всевышним. Вот когда ты вот это самое сокровенное затрагиваешь, вот тогда он готов в жизнь свою отдать, но ни в коем случае не порвать свою последнюю ниточку, которая связывает его со Всевышним. У каждого человека это что-то может быть свое. Для кого-то это его ластное еврейское, которое ему говорят поменять. или национальность написать в паспорте, что он не еврей. Или какие-то другие вещи. Но у каждого еврея есть что-то такое, что он считает, что это его связь с Хошамом. И когда затрагивают вот это самое святое для него, он готов жизнь отдать только, чтобы не потерять свою последнюю связь с Хошамом. А мы говорим про более высокий уровень, который приводит к единству Всевышнего со Сашхиной. Это когда у тебя не просто жажда ко Всевышнему, то есть когда ты прежде всего чувствуешь себя и то, что ты любишь, и ты хочешь Хошама, а ты чувствуешь самое главное желание Всевышнего. Какое желание Всевышнего? Желание Всевышнего раскрыться в этом мире. Это его самое большое желание. И для евреев становится очень-очень важно достигнуть желания Хошама. И он работает над этим проектом. Это становится проект еврея. Он больше всего на свете хочет, чтобы Всевышний раскрылся в этом мире. Чтобы здесь в этом мире был Киду Шашам. Чтобы в этом мире были чудеса, и все видели явно, как Хошам правит этим миром. Чтобы это было открыто, а не как сейчас мы с вами живем в темноте. И вот ради этого, то есть это совсем никак не перемешивается его личное «Я» человека. Он именно думает только о Всевышнем, зная, что Всевышний хочет здесь раскрыться. Он так сильно желает этого больше всего на свете. А вот такая любовь, она приводит к необыкновенному единству Всевышнего со Шхиной. Но вначале мы должны поговорить, каким образом связано выполнение наших заповедей, и что это за единство Шхина со Всевышним. Потому что это как бы вещь, которая бы... Бхашкоха протис, мы с вами вообще буквально начинаем вот с Тани на прошлых уроках, Фарбрингена, и сейчас Тани была. Как раз и все время говорим на эту тему. Про единство. Хакоджбору Гуишхина. И сегодня мы поговорим. Есть одна деталька, которая дополнится к тому, что мы уже с вами знаем. А что-то новое мы узнаем, и это очень интересно. Прибавится к нашей картине еще одна деталь. Картина станет более полная. Так заповеди, они называются 613 способов путей раскрытия Всевышнего. Что заповеди — это высшее желание Всевышнего. Правильно? Это его желание. И само желание, оно простое. Нету там никакого разделения, нету там никаких 613 уровней. То есть есть желание, а есть как бы сияние от этого желания. И чтобы это понять лучше, я вам это объясню. Например, вы захотели, например, сесть на этом месте, ни на каком другом вы не хотите. И вы говорите, я хочу здесь сидеть. А он говорит, ну почему здесь? Это выглядит очень-очень тупо, если вы будете настаивать без всяких логических объяснений. Говорят, ну вот я так хочу, вот суть моей души хочет на этом месте сидеть. Скажет, ку-ку. Сядь здесь. Это типа разговор, на самом деле, с детьми, да? Такой. Но взрослый человек не может так себя повести. Но, допустим, у вас, да, есть такое желание, вот вам хочется здесь сидеть. Вы должны, что делают взрослые? Они, в принципе, такие же, как и дети. У нас ничего не поменялось. Вот мы хотим, мы хотим, да? Все, что поменялось, что мы понимаем, что мы не можем просто сказать, вот я хочу и все. Вы должны придумать какие-то логические объяснения. Типа, ну вот мне нравится, что вот у меня свет здесь светит, а здесь то, а здесь это. И когда вам говорят, ну вот мы сделаем свет, чтобы туда светило, и здесь было то и то, я говорю, нет. Вот мне здесь, потому что и придумаешь еще какие-то тысячи других вещей, потому что вот у тебя желание. Все твои логические объяснения этого всего, которых может быть целый список, это вообще никак, это не твое желание. Это только, чтобы объяснить твое желание. Так, в принципе, вот это вот, и если так посмотреть на желание Всевышнего, желание Всевышнего очень-очень простое. Желание Всевышнего, чтобы мы были с ним на связи, чтобы у нас была связь. Но каким образом достигнут нам этой связи с Хошемом? Потому что мы люди ограниченные, живем в мире, который наполнен множеством всего, живем во времени, которое постоянно меняется, сами наши тела меняются, особенно женщина, она вообще сильно очень поддается под влияние всяких перемен. И вот в таком состоянии Всевышний, да, типа, представьте план такой, как мне сделать так, чтобы еврей всегда был со мной на связи. Вот эта проблема всегда, это проблема нашего мира, потому что в этом мире нету постоянства, нету всегда. Нету такого, что ты всегда на связи со Всевышним. И поэтому, что Всевышний делает? Он делает в соответствии с изменением времени и ситуации, возраста, дня, всего-всего на свете Всевышний делает разные заповеди. И получается, что вот, а желание у Всевышнего просто одно, быть со мной на связи. Ну, просто сказать, нам быть на связи, мы не в состоянии. Всевышний говорит, скажите, мой Дане, помойте руки, опа, если их настал, надо мацу кушать, а сука, надо пойти в суку, а здесь надо лулов потрясти, здесь мизузу прицепить, если в дом переехал, а если ты не в дом переехал, а там другая вещь, то ты должен, не знаю, что еще сделать, у нас тысячу вещей, как ни повернешься, везде мы сталкиваемся со Всевышним из-за этого. Ну, вот эти вот все детали, то есть 613 заповедей, которые Всевышний нам дал, это все как бы сияние, свет от свет от истинного желания Всевышнего. А истинное желание Всевышнего, оно простое, там нету никаких тысячи уровней, потому что это связано с сутью его, это неограниченно, и это суть, и поэтому это просто, без уровней. Уровни это ограничивает. И это приводится как бы на примере сжатия волос, что знаете, как от мозга волосы спускаются, что говорится, что волосы, это как бы продолжение мозга, только самого его, скажем так, поверхностного, поверхностного, как бы, слоя, да, и растут волосы. волосы. Что когда происходит, то есть желание простое, неограниченное Всевышнего, когда там происходит какой-то такой перерыв, который преламливает, желание Всевышнего преламливает этот неограниченный свет, то от этого преломления возникает 613 как бы нитей, 613 разных способов, как мы можем связаться со Всевышним. Это про заповеди. А дальше я объясняю такую вещь. И вот эти вот... А, здесь тоже очень интересная деталь. То есть, в принципе, само желание Всевышнего здесь сравнивать, это очень интересно. Это как... Это как заповеди, они, скажем, в кесар, да? Кесар, который выше от Сулуса, то, что мы говорили, где желание и наслаждение Всевышнего. Так, это... 620, на самом деле, столбов света. И что такое столб? Почему это называется столб? Там Амудеор называется. Амудеорис. Что такое столб? Что делает столб в здании? Какая функция столба? Он соединяет потолок с полом. Правильно? Это столб. То есть, он спускает сверху вниз. А из крыши на пол он спускает, куда он спускает. И это идет напрямую, без всякого разделения. Не то, что столб состоит из многих-многих досок. Нет, это просто один столб. То есть, одна... Представьте, это один поток. Одна толстая струя света, которая спускается к нам от желания Всевышнего в этот мир. А в какой момент происходит разделение? Разделение происходит из-за стен. То есть, вы понимаете, вы хотите связать потолок с полом, чтобы не упал крыша на пол. Правильно? Для этого столбы. Да? Но, например, если нету стен, то тебе не нужно много столбов. Наверное, нужно. В зависимости. В зависимости от количества стен. Как бы стены, они разделяют, говорится, я не архитектор, а стены, они разделяют столбы, так что их получается много. То есть, митцвы, заповеди, сами по себе, это столбы света. Простой свет. Нет у него отдельных деталей, нету никаких деталей. Это столб. А то, что желание Всевышнего вдруг начинает делиться на много разных способов, вплоть до 613 или 620, там знаем 7 заповедей Дарабона. И благодаря тому, что вот этот столб света делится на столько много разных разветвлений, 613 заповедей, отсюда вот это вот источник всего множества вообще во всем мире. Отсюда происходит разделение на множество. А в конце концов, пока это не превращается в 248 органов ЗО. ЗО, мы помним, это 6 эмоций мира Ацилуса. И тоже, как мы знаем, что 613 заповедей, они соответствуют. Почему 613, 248 органов, 365 жил. А вот это вот 248 органов ЗО, 248 органов Всевышнего, как он ставил себя в мир Ацилуса. И это идет речь не про органы души, а именно про органы тела. И когда мы говорим органы тела, это не имеется в виду внутренние органы, а имеется в виду внешние органы. То есть это имеется в виду руки, ноги, голова, туловище, внешние органы. А вот это и заповеди. Почему заповеди, они называются органы? Потому что это как каждый орган нашего тела, он раскрывает желание нашей души. То есть мы что-то хотим, и наши органы, они сделаны так, что они функционируют в соответствии с нашим желанием. И они позволяют нам достигнуть нашего желания. Благодаря нашим органам мы получаем это желание. Вот так есть 248 разных способов, каким образом мы можем выполнить желание Всевышнего. Выполняя желание Всевышнего, это становится как бы орган, как бы момент, как бы ты выполнил такое желание, ты как бы дотронулся до руки Всевышнего. Ты выполнил такое желание, ты дотронулся до его ноги. Ты выполнил такое желание, ты прикоснулся к его голове. То есть каждое из желаний каким-то образом связано со Всевышним, внешним образом Всевышнего в мире отцелуса. ок и так это просто как бы общий день заповеди но вся цель именно в том чтобы к нас это строил чтобы еврейский народ именно то есть или когда с это строил духовном смысле физическом смысле это еврейский народ духовном это малхус мира целуса вся идея там алхус что именно говорится и вот здесь пошла интересная тема про малхус опять что малхус она дополняет зом каким образом малхус дополняет зон за это девять уровней начиная от хохмы до малхуса не включая малхус это 9 уровней и 9 уровень это число не совершенное нету в этом шлеймус а шломис происходит когда происходит соединение с малхусом как только происходит соединение с малхусом вот это становится человек и раскрывается немножко более подробно каким образом это происходит шлеймус потому что что-то есть у Малхус, как мы уже это с вами все знаем. Что-то есть такое у Малхуса, что у нее есть конкретное, чего нет у Зо. У нее есть внутренняя связь со Всевышним, такая связь, с которой нет у Зо. Даже нет у Хохма и Рациуса такой связи, потому что у нее внутренняя связь с сутью Всевышнего. То есть есть неограниченный свет, а есть еще выше, чем неограниченный. Суть самого Хошема, и у нее есть связь с этой сутью. Когда происходит соединение Зо с Малхусом, то Зо начинает получать от этой связи через Малхус. И благодаря Малхус Зо получает от бесконечного света Всевышнего прибавление, и он наполняется светом. То есть это очень интересно работает. Выглядит это, что Зо дает жизнь, свет Малхусу, как Машпия дает Микабалу. Учитель учит ученика, муж дает жене, дает ей любовь, дает ей близость, дает ей деньги, дает ей защиту и так далее. Учитель дает своему ученику, любой Машпия дает Микабалу. А на самом деле, кто больше всего дает? Малхус Микабал. То есть по определению Машпия Микабал, этот дает, этот получает. Но когда этот дает, а этот получает, тем, что он получает, он на самом деле дает тому, кто дает больше, чем тот ему дал. То есть говорится, да, что и научился от своих учеников больше, чем учителей. И человек, который дает сдоку, он получает больше, чем тот, который получил этот сдоку. И то же самое это работает с Зо и Малхус. Что вроде как Зо дает Малхус свет какой-то, потому что Малхусу нужен свет, Малхус сосуд. У нее нету самой ничего по себе. И она должна получить этот свет от Зо. Зо вроде как ей дает, а в ответ за это получает гораздо больше, чем он дал. Потому что все, что он ей дает, это ограниченный совершенно свет. Свет, а получает в ответ неограниченный, получает через нее связь с Сути Всевышнего. А сам у него нету этой связи с Сути Всевышнего. И это, вы понимаете, как это работает в процессе деторождения, что при соединении, при единстве мужа с женой, что происходит? Он ей дает семя. Это семя, не способное ни на что. А это семя не имеет никакой силы. Силу имеет эта она, Малхус, женщина, земля. У нее есть Ор-Эйнсов, сила творить. Но сила творить начинает работать только в тот момент, когда она активируется, вдохновляется через Зо. Итак, Зо, он тот, который активирует и вдохновляет. Ее раскрыть свою бесконечную силу и сотворить ребенка. И в этот момент, когда он соединяется с Малхус, как бы мы всегда с вами говорили, что сила Малхус в том, что она не просто получает, она получает, чтобы все это взять и потом передать. Во все миры, которые она родила. И это то, что мы с вами в конце концов получаем. Правильно? От Малхуса. А оказывается, здесь не только этот момент. Оказывается, сам Зо, который ей дает, в первую очередь получает. То есть, кто себя наказывает, когда ссорится с женой? Кто? Вы понимаете, кто больше всего себя наказывает? Потому что у нее эта связь со Всевышним всегда есть. А у него такой нету связи. А получить связь эту он может только через нее. Так вот, как мы сказали с вами, такая проблема, как у нас здесь, особенно перед приходом Ашеха, проблема мира с мужем, между мужем и женой. Это очень большая проблема. Мы в Айвы Шабас. Наверху такая же проблема. В принципе, я думаю, наша проблема происходит от того, что наверху эта проблема. Особенно в темные времена Голоса единственный, кто может помирить Зо с Малхусом, чтобы было у них единство. А когда у них единство, там хорошо, а когда там хорошо, это все спускается к нам, и у нас тоже получается хорошо. Это только благодаря нам. Только мы можем помочь им. Вы представляете вообще? Мы можем сделать мир Ацилуса. Мы, может, не можем сделать в своем доме? А в Ацилусе мы можем, но когда мы делаем мир в Ацилусе, это помогает потом нам тоже в нашем доме. Поэтому, недавно до меня это дошло, один из советов, когда нарушен мир в семье, это 100% очень важно, нужно говорить, нужно с кем-то советоваться обязательно. Канцелинг – это все необыкновенные вещи. Но вначале надо сделать главное. Это все сработает, только если вначале мы сделаем главное. А знаете, что наше самое главное? Это там сделать мир. А это делается вот таким способом, что мы можем выполнить митцвы. И выполнить митцвы вот с таким чувством любви, понимая, что нам нужно, чтобы Всевышний раскрылся в этом мире. Любви митцвы? А? Любви митцвы. Любви митцвы? Ну, ты делаешь митцву именно с кавоной, чтобы принести раскрытие Всевышнего в этом мире. Это твоя кавона, чтобы произошло раскрытие Всевышнего. Ты делаешь с доку, зная, что это поможет раскрыться Всевышним. Ты поддерживаешь Ешиву, ты знаешь, что Всевышний раскроется, дети будут учить Тору, и будет очень большой киду шашем. Новые тмими выйдут распространять знания Всевышнего. Каждую вещь, которую мы делаем, мы суп готовим для раскрытия Всевышнего в этом мире. Детки покушают, будут такие довольные, будут обожать шабос, например, или емтов, или просто хорошее время в доме в еврейском с мамой религиозной, и это то, что у них останется, и они будут со Всевышним. Любую какую бы мы ни делали вещь, шаппинг, уборку, разговор с кем-то, мы делаем и чувствуем, что мы можем привести этим самым раскрытие Всевышнего в этом мире. И мы думаем про раскрытие Всевышнего. Даже не про себя, что я соединяюсь со Всевышним, и мы говорили про это, это тоже очень высокая колонна, представлять, как вы соединяете со Всевышним, как Божественный свет окружает вас, как вы, прямо как Всевышний вас обнимает, целует, ай, и так далее. А здесь гораздо больше, чем это. Ты представляешь, как Всевышний раскрывается в этом мире, ты можешь что-то сделать, что позволит, чтобы Всевышний раскрылся здесь. И когда это еврей делает, что происходит? Происходит, что выполняется вся самая главная цель, ради чего был весь этот спуск, всё, что спустилось вниз. А кто спустился вниз? Это Малхус. И когда мы здесь внизу выполняем заповедь Всевышнего, мы достигаем, говорится, сути самого Гошама. Когда мы достигаем сути самого Гошама, когда мы говорим про сути Всевышнего, это выше, чем мир Отсулуса, это выше, чем Ора-Инсов, чем бесконечный его свет. Это суть его. Когда мы достигаем сути его, сразу же начинается цепочка. От сути Всевышнего спускается больше света. Этот неограниченный свет спускается в Зо. Зо больше начинает давать Малхус. Малхус передает нам. И у нас здесь тоже появляется от этого всё много всяких необыкновенных вещей. Вот как мы все связаны, не зная того, постоянных круговоротов, сто процентов, да, пошло, да, 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 это полный круговорот, всё зависит, мы все связаны, очень сильно всё связано. И как оказалось, что мы те, которые что-то можем, оказывается, сделать. То есть вы понимаете, как мы представляли всё не так? Мы чувствуем, что мы должны просить Всевышнего. Всевышний, ты должен мне здесь помочь, здесь помочь, тут мне дай, там мне дай. А на самом деле мы не понимаем, что Всевышний поставил себя так в рамки, конечно. Сам по себе Всевышний не нуждается ни в чём. Но он поставил себя в рамки, что вот он нуждается в нас. И без нас не может быть любви Всевышнего Сашхины. Они не могут никак соединиться. Потому что соединение Всевышнего Сашхины происходит, когда суть Харшама раскрывается. Это более высокий уровень, чем в мире Ацилуса. Проблема в мире Ацилуса. Мир Ацилуса – это уже начало цепочки миров, где уже вместо неограниченного света пошла Каф, только линия, да. Поэтому, хотя это самый высокий мир для нас, это бесконечный, конечно же, свет. Но, по сравнению со Всевышним, это только Каф, это только линия. И там вот проблема, да, с Хакодышборгу и Малхус, это Зо и Малхус. Всевышний Ишхина. А как проблему решить, когда две, два человека не соединяются или две вещи не соединяются? Должно раскрыться что-то выше их, и сразу все пройдет соединение. Если двое ссорятся, тут приходит их начальник. Все забыли про все ссоры, и все вместе дружно работаем, потому что начальник пришел. Вот что мы делаем с своими заповедями. Вы знаете, что мы делаем с своими заповедями? Мы вызываем начальников мира Ацилуса. Суть Всевышнего спускает больше неограниченного света в мир Ацилуса. Этот неограниченный свет там светит, и все, Кафодышборгу и Сашхины дружат. У них единство-любовь. А когда у них единство-любовь происходит шлеймус, у Кафодышборгу, Зо доходит до уровня 10 вместо 9, получает связь с самим Всевышним. Из-за этого происходит пополнение, у него вдохновление. А у него вдохновление он еще больше дает Малхус. И пошел весь процесс, как полагается. Это то, что мы делаем нашими заповедями. Вы представляете вообще? Поэтому, когда вот такой грустный момент, когда у нас недопонимание, или недопонимание, это мягко говоря, может быть гораздо сложнее, чем недопонимание, то вы знаете, что первую вещь нам надо во что окунуться головой. И это самое тяжелое окунуться в голову, потому что мы расстроены. И нам хочется решить проблему. Мы начинаем думать, анализировать, как-то углубляться в себя, все оценивать. Знаете, женский разум такой весь, пошел анализ, пошел. И мы себя там уже, там это, хотим все разобрать, все по полочкам, все разобрать нам надо. И понять всю эту ситуацию. И это все нас отвлекает, это такая яйцергора большая. Это все нас отвлекает от того, чтобы сделать самую первую помощь оказать. Которая поможет нам гораздо больше, чем все это. А весь этот анализ мы сделаем, и мы должны будем сделать. Но он бесполезный, если мы не сделаем самое главное в начале. А самое главное в начале, раз у нас здесь внизу произошла ссора, значит ссора там наверху. Нам надо сделать сихот кульшабрихов шхинтой. Это значит углубиться с головой в службу Всевышнего. Я вам скажу на своем личном опыте, что каждый раз, когда у нас происходят такие ссоры с мужем, мне барахашем не легче. Потому что как бы у меня нет такого момента, когда я могу сказать, типа все, забыли у фарбрингет, забыли урок, я теперь в ссоре. Мне надо, понимаете, ну вы понимаете, что совершенно ты не в настроении не идти преподавать, не давать фарбрингинг, не вообще ничего делать, ты совершенно не в настроении. Но нет у меня такой лакшери, так это мне помогает на самом деле. Мне волей-неволей приходится себя заставлять и окунаться с головой. У меня просто иногда даже нет времени, совершенно нет времени вообще разобраться в этом файт. То есть происходит файт, мне даже нет времени ни себя объяснить, не выяснить с ним отношения, у меня просто вообще нет времени на этот файт. И у меня волей-неволей просто надо все игнорировать, я просто углубляюсь в работу. Все. И вы не представляете, вначале это так больно и тяжело, потому что ты хочешь файт. Мы не поняли. Это очень-очень больно. И вообще тебе сделали сейчас больно, и ты должен как-то с этим... Ты раненый, знаете, вас ранили, а ты должен идти продолжать миссию делать. Какую миссию? Да и раны залезать. Раны никто не дает залезать. И оказывается, всегда это самое лучшее зализывание ран. Вы не представляете. Всегда происходят чудеса. Каким-то образом, разными способами происходят чудеса. Или вдруг до него что-то дошло, или кто-то ему по голове дал. Или что-то произошло. Или у меня появился другой перспектив. Но каким-то образом налаживается картина после всего этого, после Фарбрингена урока, или просто другой большой деятельности, что каким-то образом мы в итоге и приходим к этому, и к разговору, и ко всему остальному. Но самое главное, что выяснение отношений в итоге каким-то образом работает. Когда казалось... Но что оказалось, самая интересная вещь, что в тот момент, когда была ссора, оказалась она нерешимая. И эта проблема нерешимая. И ничего не поможет нам больше. Здесь чудо должно помочь. Совершенно как бы не то, что там, знаете, иногда есть такие ссоры. Я не говорю про мелкие вещи. Я не говорю про такие вещи, что типа, ну, поссорились, помиритесь, все будет хорошо. Есть такие основные ишу, с которыми никуда не идут много лет. И тебе кажется, все, на этом мы все закончили. Да, цит, в эфире что? Нету больше никакого салюшен. Нету. И вот именно вот это вот углубление в митцвы Всевышнего, именно с целью принести свет. Знаете почему? Потому что ты чувствуешь ответственность за то, чтобы выполнить миссию Всевышнего. Ты не можешь себе дать такого эксклюза и позволить себе вообще сказать, что типа, ладно, Хашем, ты сейчас там подожди с этой миссией принести свет в этот мир. Мне здесь, у меня сейчас темно. Мне надо здесь самой разобраться. Ты не можешь себе позволить. У тебя как бы, знаете, ответственность. Ну, знаете, как вот, я думаю, каждый из нас это очень хорошо поймет. Когда у нас ответственность перед ребенком, да? И нам надо сделать для него то, что нам нужно сделать. Он накормить, ночью встать, или он больной, ухаживать за ним больным. Мы не можем, и вдруг у нас там что-то, something come up. Или мы в плохом настроении, или мы сами плохо себя чувствуем. Или у нас какие-то дела, которые мы должны делать. Мы не можем бросить эту главную ответственность. Никогда. Мы не можем сказать, типа, ну ничего, пару дней поголодай, мне надо там проблемы решить. Но нам больно. Вот идет наше дитё любимое. Ой, неплохо он заболел, наверное. Бой или трое. Бой или трое. Вы понимаете, мы не можем такое сказать себе, типа, ну ничего, переболеет, сейчас выздоровеет. И как-то сам отоспится. Все пройдет. Нет. Мы все бросаем. И может быть нам плохо. И нам хочется внутри плакать. Но мы берем себя сразу в кулак, и мы делаем то, что мы должны делать. Так вот, это наша ответственность перед Всевышним, которую мы никогда не можем забросить. Наша ответственность. Мы пришли в этот мир, чтобы раскрыть его в этом мире. И мы не можем бросить эту ответственность. Но что самое интересное, нам кажется, что, ой, Хашем требует от нас, чтобы я забыл про себя и пошел ему помогать, когда мне нужна помощь. А тебе придет помощь именно благодаря тому, что ты пошел ему помогать. То есть Всевышний сделал нас очень классно. Поставил нас в такую классную зависимость. Мы себе не можем помочь, и Хашем себе не может помочь. А как может быть, только мы можем помочь ему, и только он может помочь нам. Так поэтому перестаньте пытаться помочь себе. Помогайте ему. А потом он сразу вам даст идеи, как помочь тебе. Это придет свыше. Когда это придет свыше, it works magically, magically works. И дальше Рэби говорит такую интересную вещь, и этим Маймер заканчивается, что это очень высокий уровень служить Всевышнему с такой любовью, что ты даже не позволяешь себе наслаждаться единством Всевышнего. Это не ради того, чтобы удовлетворить свою жажду, страсть, единство с Хашемом, а только ради того, чтобы выполнить его желание. Ты про него думаешь не про себя. То есть ты даже готов прекратить этот момент, например, наслаждения, единства Всевышнего, потому что ты сейчас понял, что тебе нужно распространять свет, и ты пойдешь распространять свет. То есть знаете, как Балшам тогда каждый раз, когда он молился, он не знал, если он останется в живых после молитвы. И вот это та же идея. И тем не менее, да, ему удавалось каждый раз вернуться на землю. Знаете почему? Потому что во время молитвы он поднимался ко Всевышнему, и он получал такое наслаждение от этого единства, что он не был уверен, если он будет каждый раз в силах прервать это наслаждение. А для чего? Для того, чтобы вернуться в мир и здесь помочь раскрыться Всевышнему. И то, что он каждый раз это делал, это говорит о том, что у него была вот такая вот сильная любовь к Хашему, что он мог поставить Всевышнего прежде, чем себя. Так говорится, как же нам с вами это сделать? А? Как мы можем? На таком ли мы уровне, как Балшамтов? И как все праведники? Сто процентов нет. Но тем не менее, Рэби дает нам какую-то надежду и говорит так. Поскольку у нас с вами Гаис, есть Божественная Душа, частичка Всевышнего. Поэтому даже в тот момент, когда мы, может быть, и не чувствуем вот это вот желание, то есть мы, да, делаем митсву, но не чувствуем, что это мы явно делаем для того, чтобы Всевышний раскрылся и помочь ему выполнить его желание. На самом деле это у нас есть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова